Доброе время суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Итак, на этой неделе террористы и арабы со всех стран, в том числе, включая Сирию за многие года, Ливан, Газу и Синайский полуостров, то есть Египет, попытались и, соответственно, запустили ракеты. В частности, Сирии за многие года это произошло впервые. Десятки ракет вылетели с территории Ливана, как мы понимаем, Хизбалла, бросает нам вызов. С Газы во время, после Седера и, соответственно, в ночь, в пасхальную ночь, вылетели тоже десятки ракет. И буквально в Египте попытались запустить, но предотвратили в последний момент запуск ракет Синайского полуострова. Мы видим, что Израиль на пороге войны, но война может быть оттянута, война может быть отменена, война может быть приведена в действие. И как реагируют на все это в такие ситуации, во время таких событий, как на все это реагируют израильские левые СМИ, они обвиняют правое правительство. Надо отметить, что даже если правое правительство, которое первые дни борется с тем, что происходит, а именно с революцией или с мятежом, который происходит в левом лагере, когда десятки тысяч людей выходят на улицы, и так называемые противники реформы, хорошо сплоченные, хорошо контролируемые, хорошо оплачиваемые, устраивают переворот, призывают к свержению власти. Все это, естественно, напрямую влияет на ситуацию. Но левые СМИ умалчивают, как набрав воды в рот, и забывают, что буквально несколько месяцев назад у власти была левоарабская коалиция, причем больше, чем год. За этот короткий период они смогли наломать столько дров, что мы имеем дело с тем, что Лапид буквально перед уходом из власти последней коалиции отдает Ливану огромные месторождения газа. Огромные территории водяны, просто дарит их в обмен ни на что. И мы заявляем так цинично, что Хизбалла еще поплатится за это, и не будет никаких обстрелов. И вот нам сразу же идет доказательство. Омер Барлев, который был бывшим министром внутренней безопасности, просто на корню разрушил попытку отбора у палестинцев, так называемых, арабов, израильских арабов, незаконного оружия. Мы даже не будем молчать про то, что за эти, одновременно со всеми запусками ракет происходят внутри Израиля попытки и теракты, в том числе, когда погибают молодые девушки, буквально вчера их похоронили, или другие люди, или в Тель-Авиве, когда сумасшедший араб и террорист нагло вылетает по набережной, избивает людей, избивает туристов и убивает людей. Мы понимаем, что все это неспроста, это не появилось вчера. Стоит ли вспоминать, когда левоарабская коалиция под эгидой и под руководством Мансура Аббаса буквально передавались десятки миллиардов шекелей в их руки, просто в обмен ни на что, незаконное строительство бедуинских городов. Все это комплекс, который сейчас подталкивает, именно сторонники реформы виноваты в этом, потому что они подталкивают, работают и резервисты неадекватные, которые говорят, что мы откажемся в случае чего наносить удары по Ирану. То есть мы видим целый комплекс сил, негативных сил в нашей стране, к сожалению, евреев, которые сделали все, чтобы за несколько месяцев появились аппетиты у наших врагов. Это неспроста, это все скоординировано, это все проплачено, и это делается на зло нашей стране. И левые СМИ, израильские левые СМИ, которые день и ночь пропагандируют и впихивают в мозги бедных израильтян всякую чушь, ядовитую чушь, пропаганду, мы видим, что это все пускает такие ядовитые плоды, и нужно в обмен на то, что они делают, в ответ на то, что они делают, наносить удары тоже информационно, как минимум информационной войной. Так вот, мы понимаем, что на правом лагере и в правых СМИ очень-очень проигрывают сегодня на этом поприще. И это огромная потеря, и также министерство, которое создали пропаганды, тоже не имеет достаточного бюджета. То есть в наших руках, каждого из нас, есть возможность менять эту ситуацию. На русской улице, если вы говорите по-русски, создавайте блоги, делитесь нашими видео, можете писать, пишите. Если вы на Израильской улице, значит, тоже работайте соответствующим. Каждый из нас имеет возможность это сделать, у нас очень много. Очень много, и, как говорится, когда человек делает что-то, когда у него есть желание, он меняет это. Казалось бы, очень часто, разговаривая с обычными людьми, ты понимаешь, какая каша у них в голове, и ты можешь что-то изменить, если ты имеешь возможность разговаривать с человеком, имеешь возможность на что-то повлиять, так надо влиять на своем месте. Если военный, то на военном, политический, политический. Но каждый из нас имеет силу, это свобода выбора, свобода слова, правда. И эту правду нужно, как говорится, нести в массы, говорить это, действовать. Поэтому, к сожалению, к нашему большому сожалению, правые СМИ до сих пор проигрывают в информационной войне. А это огромный урок. Надо называть террористов террористами, надо называть врагов врагами, надо называть тех, кто ответственен за нападения, за теракты, называть их, называть их имена. И тогда, может быть, в головах израильтян что-то поменится. Полный детальный обзор данной новости и других новостей можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями. И с Божьей помощью будем свидетельствовать больших чудес нашей прекрасной, цветущей стране и в мире в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вы нравитесь на наш проект Хелик, у вас есть какие-то идеи, пожелания, комментарии, пожалуйста, оставляйте под этим видео. Хотите стать спонсором нашего канала «Складочка от спонсорства», будьте здоровы, берегите себя и близки. Хак СМЭх, до скорых встреч!